Пророк Мухаммад, мир ему, в своем хадисе сказал, тому, кто построит мечеть, Всевышний построит дом в раю. Годы атеизма сыграли роль в разрушении крымских мечетей, и крымские татары, высланные из родных мест на чужбину, не имели возможности защитить свои храмы. Первым делом, вернувшись из мест депортации, мусульмане взялись за восстановление культовых сооружений. И эта работа продолжается по сей день. Старинная мечеть Копорликой-Джами – исторический символ села Черемисовка Белогорского района, носившего ранее имя Копорликой. Второй год здесь идут восстановительные работы. Инициатива реставрации мечети принадлежит одному из крымских бизнесменов, чьи предки родом из Черемисовки. К ней присоединились местные жители. Своими силами за это время они поменяли крышу сооружения, вставили новые окна, оштукатурили стены. «Мы восстанавливаем мечеть по старинным фотографиям. В 50-е годы здесь побывал человек, который сфотографировал культовое сооружение. Мы опираемся на эти снимки». Точная дата постройки мечети неизвестна. Специалисты говорят о ней лишь приблизительно. 1703 год. Внутри мечети сохранился мехрап с фрагментами старой покраски. Внутрь стен мечети стародавние строители вставили специальные кувшины для создания эффекта акустики. Этот опыт решили использовать и сейчас, заменив кувшины на новые. До депортации крымских татар в 1944 году здание мечети было покрыто куполом, но его позже снесли. Вместе с новым куполом решено воздвигнуть и минарет, которого раньше у мечети не было. «Минарета, насколько я знаю, изначально не было. Здесь был такой балкончик, с которого призывали мусульман на молитву, но теперь минарет будет воздвигнуть». «Потолок остаётся доделать в мечети. Ещё остаётся сделать двор, забор, закончить, постелить тут ковры и сделать отопление». В годы атеизма здание старинной мечети использовалось как складское помещение. 87-летний Бекир Аблаев вспоминает, когда крымские татары вернулись в это село после депортации, Куперлико и Джами была в плачевном состоянии. Её вернули местное мусульманское общение лишь в начале 90-х годов. И только два года назад начались восстановительные работы. «Я уже в таком возрасте, но, конечно, жду окончания строительства. Надеюсь, что у меня будет возможность совершить здесь намаз». О восстановлении старинной мечети мечтают не только мусульмане Черемисовки. В ближайших сёлах, Горлинке, Красной Слободе и Поворотном также нет мечети. В общем, в четырёх сёлах проживает около 70 крымско-татарских семей. И хотя мечеть ещё не открылась, именно сюда они приходят, чтобы совершить намаз. «Строительные работы продолжаются, но, несмотря на это, мы все здесь собираемся. Приходят сельские жители, и мы проводим коллективные намазы». Празднику Роза-Байрам планируется установить в мечети новую входную дверь. Но полная реставрация – затратное дело. Духовное управление мусульман Крыма уже обратилось к мусульманам полуострова с призывом помочь своими пожертвованиями этому благородному делу. Особенно ценна такая помощь в священный месяц Рамадан. Кроме того, восстановление древней мечети станет и символом возрождения крымских татар на своей земле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова